итак маленькое видео я короче как понял что ну может быть кому то конечно хорошо это литиевый аккумулятор но я отнюдь прежде чем что-то сделать теперь буду продумывать на 100 ходов вперед хватит с меня 20 ходов то что это небезопасно в том плане что надежно я решил делать вообще все по-своему не слушать вообще никого и поэтому я считаю что свинцовые аккумуляторы по типу агм это самый лучший выход для электротехники а теперь я вам скажу вот почему во-первых собирая с гелевых аккумуляторов народ переходя на литики думает вот мощность возросла а народ по вольтметру догадаться не может что там совершенно другие напряжения у гелевого аккумулятора напряжение холостого хода ну то есть ну в котором он в спящем режиме находится и под нагрузкой они гораздо меньше чем у напряжению агм аккумуляторов то же самое если взять гелевый аккумулятор и сравнивать его с литиевым соответственно у литиков заряженные аккумуляторы будут гораздо больше по напряжению чем у того же гелевого а теперь вот смотрите в моем случае это четыре гелевых аккумулятора напряжение пиковое было 52 вольта если я ставлю сюда агм у меня стояла здесь 12 штук сейчас я их вытащил по очереди но я потом про это расскажу прогоняя в общем пришел к такому когда мы ставим агм аккумулятор это равносильно тому же что мы ставим литиевые аккумуляторы но у литиевых аккумуляторов тоже нужно подбирать ток пусковой если вы неправильно его подбираете соответственно вас просто будет ну не та мощность которую можно получить на нормальных агм аккумуляторах потому что пускового тока вот у меня под 400 ампер вы вряд ли сможете добиться с маленького там 18 амперного или там 20 амперного аккумулятора литиевого если вы конечно его не купили тысяч за 80 а теперь давайте представим такую вещь что в моем электроскутере стоит не 4 гелевых аккумулятора а 4 агм аккумулятора мощностью 26 ампер каждый и купленным догадайтесь за сколько многие вот которые люди говорят что вот агм аккумуляторы это фуфил они дорогие лучше сразу поставить литики типа заплатить один раз больше и голову не греть но все забывают есть такая вещь называется доска бесплатных объявлений та же самая авито ребята авито авито это не реклама авито ну просто я там в последнее время такие вещи вылавливают я в шоке сам сейчас я вам покажу свой шок номер я не знаю какой а именно под моими ногами очень низко стоит чтобы вы думали туманно пустить их не получается ветер аккумуляторы си и себе gp12 260 12 вольт 26 ампер часов если не ошибаюсь спусковой ток в районе 500 ампер напряжение заряда максимальная 7 и 8 ампер на каждой напряжение в ожидании которое заряжается до 13 8 вольт не в циклическом режиме 15 вольт там на четыре штуки получается гораздо побольше новые аккумуляторы догадайтесь за сколько были куплены ну единственно вес каждого что-то там очень большой но не в этом суть maden taiwan куплены мной по 1000 рублей каждый на авито то есть мне очень сильно повезло новые аккумуляторы аккуратненько их стороночку кое-как довез вот они с винтиками вот они четыре штучки каждый аккумулятор сейчас такой стоит районе ну около 5000 если не больше то есть можно примерно подсчитать что стоимость этих аккумуляторов равна стоимости вот этого электромопеда причем почти нового и где же выгода на заключается в литиевых аккумуляторах когда можно надыбать по объявлениям вот когда фильмы разоряются да вот такие аккумуляторы либо не учтенные кто-то перепродает кто-то там запасы свои продают деньги нужны то есть много разных вариантов езда всегда можно найти я теперь забил короче на это все дело собирать из бушного говна ну конечно я буду собирать но уже не в таких количествах я уже сказал что по поводу литиевых аккумуляторов я стратил ну около десяти тысяч я так округлил для себя чтобы себя не травмировать и всем говорю все запомнили 10000 то есть мне обошелся эксперимент вот с тем вот велосипедом поэтому делаем вывод стоит она вам переходить на литиевые аккумуляторы покупать в китае непонятно что потом пытаться решить с гарантии потому что емкость у вас не то либо часть аккумуляторов у вас просто отказалась работать блин сегодня натаскался этих аккумуляторов аж руки держат меня прям в шоке вот это вот 26 ампер часов и по фигу мне на вес меня тянет и ладно но 26 ампер часов это примерно 55 километров пробега даже с таким весом только единственным надо обратно поделать его так что ребят делайте вывод не берите на обум конечно проще тем людям которые живут больших городах остальным до только можно посочувствовать то есть но даже вот блин на украине ребята находят гелевые аккумуляторы по 100 по 200 ампер часов на наши деньги вообще за копейки а вы покупаете китайское говно и причем списанные аккумуляторы ну так между нами списанные аккумуляторы у которых еще им служить и служить они просто системах стоят там три года они должны отпахать дальше их списывать они еще рабочие у них там еще больше 60 процентов запаса хода то есть люди покупают их по за копейки но только их искать надо опять же то есть делайте выводы по идее вот такие вот систему поставить сколько получается соточка ну и в принципе можно нормально дом немножко питать агм это всяко лучше чем автомобильные либо еще что-то сейчас надеюсь как нет денег под скребу там еще у него запас остался маленький ну там 12 амперки 4 штуки тоже есть хотел сначала их взять там вообще смешная цена называть не буду то потом перехватят по этому объявлению ну и 17 амперки у них есть правда две штуки я думаю если взять их на под запас 17 амперки его в тот мопед поставить то есть и потом две еще найти было бы самая крутизна в общем вот такой вот ролик масенький так что делайте шаги обдуманно всем спасибо за внимание всем удачи всем пока